друзья всем привет у нас начинает уезжать щенки вася сегодня у нас апрель уже теплый день уже почти 20 градусов тепла и сегодня от нас уезжает этот замечательный мальчик черный триколор он уезжает недалеко совсем в город краснодар и уже через сегодня вечером он уже будет у новых хозяев которые очень сильно ждут а мы идем мыться друзья всем привет короче недолго мы смогли жить без птичек попугайчиков пустующая клетка нас очень печалила даян и короче говоря я она насмотрела в зоомагазине птичек кое-каких не попугайчик сразу скажу и мы сейчас поедем в зоомагазин даже поедем в 2 зоомагазин ты вроде хотела да в одном заберем птичек а в другом что-то еще посмотрим так что сейчас вам покажем что за птички я сам еще не видео не знаю скоро увидим погнали друзья мы пришли в магазин висит попугайчики зелененькие смотрите какие вот наши модельки они меньше я не знаю так должно быть я хочу с рыженьким клювом они все с рыженьким может пугайчиком сколько они стоят 500 рублей вот беленькую девочку это у мальчика тракушек соберем здесь три самочки два самца один самец с обголденной жопкой не так легонечко через это даже не слышно будет нам с накопкой мне кажется попугайчики сильнее чирикают эти как пищалки в игрушках мне вот беленькую девочку и мальчика с необщипанной попой вот когда они вьют гнезда они из себя ищипают что рассказали я пропустил ничего просто почему тот общипанный такой что он на гнезде сидел а где гнезда не здесь они что здесь размножаются нет нет тут нет здесь нет гнезда мальчика есть мальчик снизу мальчик 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 Ну вот, друзья, мы забрали птичек, они у нас вот в этой коробочке, и дома ждет их наша клеточка, в которой жил наш попугайчик Крымчик. Поехали? Поехали, да, мы поехали дальше. Ну а сейчас мы пришли вот в этот магазин, Яна уже там, смотрите, какие уже цветочки, это у нас еще март, конец марта. Давайте зайдем, посмотрим. Ну что, Яна, кого хочешь брать? Голубенькие, губежки нравятся, вот такие хочу. Яна, у нас вот таких не было никогда. Это лабио, лабио, глошные, это вообще новые эти, только появились. Яна, давай глошные зеленые возьмем. То есть, вот это вот натуральные, их нецветные, вот эти по 100, вот, а вот эти глошные по 260. Ну что, и кого еще хочешь брать? Ну что, я еще хочу, чтобы он мне там поднимал все это мутер, фильтр, чтобы наконец-то все убирал. Вот такие у меня есть. Анцистры всякие прилипали, да, у меня такие есть. Можно такие, это уже подрощенные, кравчатые по 150. А вот такие же кравчатые четырех видов по 100, разные, то есть альбиносная форма. Стандартные как, кравчатый, золотистый и вот этот сон на нос, тоже кравчатый на нос. Да, поинтересно. Ну дайте мне все их по одному. Четыря они вместе, да, 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 прекрасно. И гупешек возьмем. А это, Ян, кто? Кравчатый. Ох, приходите, такой большой спрос имеет, что их так много. А вот эти маленькие. Малыши, да. Ну и тоже немножко другие. Здесь не то, как. Малыши, да. Кравчатый. Результат. Вот там включили свет в африканских рыбках. Здесь же не только Африка, а еще Америка, да? Конечно, да, Малайдия. Я все вижу, что где-то Малайдия. Петюнку поймаете еще одну? Не хочет. Так, глазки такие четкие. Да, да, да. Это нужно. А другие вон тоже лезут, тоже хотят к нам ехать. А она на город не хочет. Там нагрузку будет, подарок. Это губья самец, кстати. Как все? Да, все. Ой, это улиточка. Листик папорника удавила, хочу взять. Ага, еще побольше травки? Ну, хорошо разрастается, хоть какая-то зелень. Ну, не знаю, ну сколько за них взять? Я же про то же, я же про то же говорю, что ну блин, ну нисколько. А, вот оно, смотрите, да, да. Ну, не большое, не это. Ну, давайте, нормально. И вот эта, я так понимаю, что она тоже укоренившаяся, уже маленькая, да? Оно хорошо растет. Петрушка, да? Петрушка, да. Побода на 150 сделает. И модифицированная рыба. Вот я смотрю, что цвета у них какие-то необычные. Ты говоришь, они какие-то, скорее всего, они такие жизнеспособные, да? Почему они жизнеспособные? Они просто имеют гены разные. Прямо лучше, все возможные яркие цветы. Вам какая красная, смотрите. И фиолетовые тоже необычные. Зеленые необычные. Скуды таких не больше? Нет. Тебе они неестественно сняются? Они модифицированные. Ну что, они тебе выйдут за аквариум, съедут. Ну что, нашопилась? Довольная? Сколько потратить? Нет, этот шопинг больше всего люблю. Сколько потратила? Вот все пища. Ну вот, сегодня у нас пополнение птички и рыбки. Едем домой всех запускать, выпускать, заполнять. Короче, Яна с рыбками и с птичками в руках едет домой. Нашопилась. Да уж. Птички в коробке, рыбки в пакетике. Едем домой на солнце. Ну вот, друзья, мы оказались уже у нас дома. И сейчас мы будем в нашу старую клеточку запускать Амадинок. Амадинок. У нас есть мысль, в принципе, купить новую клетку, но чуть-чуть подождем. Может, когда у нас и побольше станет, купим побольше, да? Да. Давай. Отпускай. Ты думаешь, я прям так сейчас вот возьму и запущу? Что, руками надо взять? Ну а как? Короче, я выключил свет, может, я не легче будет. Давайте попробуем так. Они прямо на свет начали. О, спокойно взяла. Раз. Теперь не делится, да? Опа, перепрыгнула. Темновато ей перышко, наверное. Ну что, поправишь, потом все перышко. Видишь, свет выключили, а мы перестали пытаться вывести из коробки. А если здесь выбежит, то мы не поймаем никогда. Поэтому у тебя нет, справа у тебя там щель. Я вижу. Взяла? Нет. Когда я возьму, я ее достану. Тебе сейчас повредить? Тебе сейчас такая маленькая, что я ее раздавлю. Ой, вылетела сама Маша за руки. Все, включай свет. Все, красавица, садитесь на свои гордочки. Вы дома. А перышко что-то одно, смотри как. Что с перышком? Ну видимо вывалиться должна. Ну может она как теребилась там, чтобы травмировать. Ну она поменяется все равно перышко. Привет, красивая птичка. Ты такой красивый. Это мальчик, да? Мальчик. Ты такой красавец. Что ты там сидишь внизу? Запрыгивай на жердочку. Ну вот ребята, такие у нас птицы теперь будут жить. Давайте послушаем вместе. О, на колечко село. Забавные. Не, их вообще не слышно. Они как будто что-то где-то, игрушка старая, детская поскрипывает. Даже еще хише звук, я бы сказал. Вася тоже смотрит, смотрите. Прикольные создания. Офигенные. Мне нравится больше чем попугайчики. Ей давно хотели. Мне очень звук нравится. Он какой-то успокаивающий. Я про мадинок мечтала еще когда мы в Питере жили. Сейчас я ему корму принесу. Как я предложу их назвать? Чика-чирик. Да, да. Чика-чирик. Корм? А-а-а. Как думаешь, пойдет не сразу же у нас? Ну если голодные, то пойдет. Видишь, там мадинка для мадинок. Угу. И для паукаев. Ну для декоративных птиц. Что там в составе? Не знаю. Ничего того. Там что-то такое тропическое запахи, мне кажется. Яйцо, мед. Да. Кушать. Вас все не кормили? Птицу нельзя не кормить. Сейчас водички. Не будет жить на кухне. Во-первых, они мега красивые. Во-вторых, они такой успокаивающий курвык издают. Красота это и только. Есть еще тростниковая мадина, японская мадина, мадина гульда, вот как вот здесь вот на картинке. Угу. С желтым пыльком. Они разноцветные, как гайчики яркие. Ну и что, самец, больше всех устал? Сидишь, отдыхаешь? Глазками моргают. Девчонка такая изучает, сейчас смотрим. Ну что, ты доволен? Да, как всегда. Классно. А теперь пошли у нас вон здесь еще пакет с рыбами. Пошли рыбок заводить. Ну все, вешаем на место, где у нас всегда жили попугайчик. Теперь у нас здесь будет жить две водинки. Янка, смотри, какие они лапочки. Да класс. Качельки качаются. Кстати, попугаю никогда не нравилась эта качелька. А она прям прыгает с нее. Класс. Прям место им они привыкли. Главное, когда он был один, было ощущение, что жалко, что он один ему скучно и грустно. А тут двое. Мальчик и девочка. А когда у них могут быть детки? Не знаю. Надо гнездо сначала поставить. Какое еще гнездо? Как гнездо. Они там не собьют гнездо? А с чего они видят там будут? Своих перьев, что ли? Ясно. Ладно, все супер. Короче, птички мега крутые. Я очень доволен. Мне очень нравится. Ну вот мы оказываемся в нашем аквариуме. Давайте посмотрим, как здесь дела. У Яны со временем, я здесь вижу, появился какой-то бокс, в котором живут растения. Это что я забыл? Бокс для растений. А? Там отдельные какие-то растения растут? Угу. А смысл какой в этом? Ну я потом дую для малючков. А, подсаживает, если кто-то размножаться будет? Ну да. Ну вот мы привезли пакет с новыми рыбками. Они такие, а у нас новенькие, налетай. Знакомиться. Прикольные рыбки. Очень красивые. Где голубые? Глупюши, они сейчас стрессуют. Они цвет поменяли, да, они были серые, были ясно голубые. Видите, справа те рыбки, которые мы в магазине мы грузили, они были голубые, счастливые. А теперь они серые, грустные. Ну они отойдут и нормально станут. Добро пожаловать в наши воды. Ну сейчас добавим немножко воды в наши аквариумы. Все, вы не адаптировались? Угу. Ой, к ним моя рыбка заплыла. Угу, ладно. Самочка. Старушечка. Старушечка. Как ты заплыла? Как она? Как у тебя может быть старушечка? У тебя все новые рыбки? Ну я же взрослых покупала. У нас самая первая была куплена. Там и старушечка. Все выпускаешь? Угу. Раз, два, три. Давай. Бум, свобода. Все повалились. Все одна ракушка не вывалилась. Бум, бум, бум. Угу. Купюши не хотят вываливаться. А там что-то есть? Угу. Ну что ж ты? Мы ничего не видим. Там пакет у тебя уже сложился походу. Да, только купюш один остался. Ну все вывалился. Плюхнулся. Ну все ребята, в общем аквариум живет. И птички у нас теперь тоже живут. Наша зоо. Зоо. Как это сказать? Зоо тусовка на канале питомник собак расширяется. Сегодня мы пополнились двумя аптечками и десятком рыбок. Ура! 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 Ура голубой. Вон видишь? Ура. Ура! Чуть посветлее стал да. Ну все там будет чуть-чуть. Сейчас прижимком. Не, яркий он какой. Красивый. Красивый голубой. Да очень красивый. Как раз для этой самочки голубой подойдет. Угу. Угу. О, это тоже видишь-ка яркая. Ну все ребята история по созданию аквариума в принципе подошла к концу. Если что-то будет интересное, мы вам еще покажем. сегодня от нас уезжает этот замечательный мальчик черный триковор он уезжает недалеко совсем город краснодар и уже через сегодня вечером он уже будет у новых хозяев которые его очень сильно ждут я вы идем мыться а пошел краснодар скажи чё хожу тут смотрю чё как от этого из того когда приказ я вашего красиво мордочку покажу ты красоты что богу это кривтишь как тяжело такой лапочка такая у него прям . как при рождении у нас было так и осталось до складочка через дверь тум так тяжело невозможно невозможно покажешь кто-то погрыз хватило два дня назад купировали уши и братьев и сестер он же с ними сидят 4 дня прошло после купирования уфа это на кого похож тебя нет еще на фон на васи или от это больше то не знает какой-то на какого-то предка на своего боя тяжело значит в нем него синит это не могу узнали на 8 точно не крутые на туда сам не вот это не похож я поэтому через такое другое на очень интересное да что-то очень интересно хорошо что он будет близко можно есть будем следить за его ростом и маленький да я не кряхтит глаза то выразительные вот глаза большие как у васи вот это только эти похоже как умеешь его совершенно другой разрез глаз вашего глазки строят ну все пошли ну а теперь друзья мы оказывается на нашей кухне сейчас будем подстригать когаточки а здесь живут наши две замечательные птички мальчик и девочка и вот они такие прикольные звуки из издают как будто игрушка как пищи детская то есть эти звуки похоже на того что жили кетки красота короче но на плитке дал не был клетки последнего ремонт он был на плитке власти царапина уже объясняли нашим зрителям что они живут вместе поэтому приезжают покоться на иногда болячком уже сходит кто-то меня за хвост взял и потащил по ход дела так конкретно потащил что он царапинного вещь то есть поляточка и грунт черный на нем ничего не видно там в углу кадра мама лежит на чё поехали надо ехать уже через час перевозчик приедет и повезет его в краснодар ну чё пока красоту ну все приедешь краснодар скоро тебя там залюбит затискают пока я находила за клеткой я его держал хочу сказать что он очень нежный обаятельный ребенок минут пять у него так на руках сидит просто по сторонам смотрит оглядывается все ему так найти безразлично можно сказать кроме меня очень милый мальчик вообще все дети тэда отличаются таким спокойствием и сообразительностью в этой клеточке ему ехать совсем недалеко несколько минут не переживайте пока малыш пока 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 все пока сейчас теперь сайт большой клетку машина перевозчик вечером ты будешь уже дома